В некотором царстве, в одном большом государстве, был город. Стоял он на берегу великой реки Волги. С одной стороны его окружали бескрайние поля, с другой – непроходимый дивный лес, с третьей – величественные горы. Город этот был небольшим, но необычным. Он был живой, и люди в нем жили сильные. Они обуздали могучую реку, построили большую гидроэлектростанцию, которая давала городу свет, покорили поля, возвели заводы и даже автогигант. Это и многое другое сделало его известным. Город жил богато и очень быстро разросся. Стал греметь на все царство государства. Отовсюду шли разговоры о нем, и слава ему была повсеместная. Люди ехали туда из разных уголков страны за новой жизнью, работой и приключениями. Город рос и все больше работал, работал и работал. Но со временем он стал задыхаться. Люди в нем заскучали, потому что кроме работы они ничего не знали и не замечали. Они покорили все, что было рядом, и к чему стремиться дальше – не знали. В реальной жизни всегда есть место сказки. И многие истории городов России в эпоху индустриализации начинались именно так. По мановению руки, в рекордно быстрые сроки, и если не за ночь, то за считанные месяцы на месте маленьких городов и вовсе незаметных точек на карте возводились гиганты автомобилестроения, металлургии и химии. Мы были рождены, чтобы эту сказку сделать былью. Самарская область, Тольятти. До 1964 года Ставрополь – самый крупный город России, не являющийся центром субъекта Федерации. Знаменитая автомобильная столица с градообразующим предприятием «АвтоВАЗ». Место расположения города – левобережье Волги с живописным видом на Жигулевские горы. «Трижды рожденный» – определение, которое максимально сжато характеризует историю города. Рождение и сказочное преображение птицы Феникс связаны со строительством Куйбышевской ГЭС, крупнейших химических комплексов страны, а затем и автоВАЗа. В растущий город хлынул поток желающих начать новую жизнь. Ударные комсомольские стройки, молодые семьи. Уже к 1970 году численность населения Тольятти составляла 251 тысячу человек, а к 2000-му отметка перевалила за 730 тысяч. Строители называли Тольятти городом «голубой мечты». Вот сейчас мы с вами находимся около мозаичной стелы панно «Радость труда». Ну, это такое, как бы, уже, можно сказать, народное название. 55-летие Советского Союза она создавалась. Прекрасным художником, монументалистом Юрием Константиновичем Королевым, в свое время бывшим директором Третьяковской галереи. И, может быть, вот эта стелла, она как некий такой тоже символ того, что когда-то в свое время сам город подарили вот этому месту, построили в степи, приехали люди, комсомольцы, которым было интересно. Сам город был проектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сколько сказано и написано? О моногородах и их проблемах. Статус моногорода Тольятти был присвоен в 2009 году в связи со сложной социально-экономической ситуацией. Да, не в сказку попали. В 2019 году эксперты Финансового университета при правительстве Российской Федерации назвали Тольятти одним из лидеров среди российских городов, где больше всего людей хочет уехать из малой родины на поиски лучшей жизни. В основном это работоспособная молодежь от 18 до 30 лет. Такая тенденция миграционного оттока сохраняется и по сей день. С 2018 года из Тольятти уехало 8 тысяч человек. А по сравнению с результатами всероссийской переписи населения 2010 года, город сократился более чем на 20 тысяч. Если не брать в расчет гипотезу о том, что в городе переселенцев их дети и внуки, унаследовавшие склонность к перемене места, готовы, как перекати поле, искать лучшей жизни, то что-то заставляет людей уезжать. Алексей, расскажите, почему вы уехали из Тольятти? Ну, это был 2009 год. Моя жена поступила в Санкт-Петербургскую академию имени Штиглица на кафедру керамики и стекла. И у нас семья, и мне хотелось быть рядом, поддержать ее в Санкт-Петербурге. И в то же время, когда-то у нас на четвертом курсе университета была музейная практика в Санкт-Петербурге. Я посмотрел на музеи, театры, выставочные залы. Мне казалось, я видел для себя какие-то такие интересные, в общем-то, даже фантастические перспективы в плане развития. И периодически звучащие фразы о том, что Тольятти – это, в общем-то, такая дыра, что здесь ничего не светит. Оно где-то в сознании укоренилось. Все казалось, что я вот сейчас шагаю в новый мир, и он откроет передо мной, распахнет гостеприимно двери. Александр, как вы думаете, почему люди уезжают из Тольятти? Ну, мне кажется, это общая тенденция. Все люди ищут для себя лучшей жизни. Сейчас, безусловно, в том числе и в Тольятти. Сейчас мир стал глобальной, города тоже в каком-то смысле. Все едут туда, где им кажется лучше. Крупные города, наверное, с этой позиции, с точки зрения досуга, развлечений, возможностей, гораздо привлекательнее, чем, наверное, города поменьше такие, как Тольятти. То есть люди, приехавшие в первом поколении в город, с гордостью заявляли о том, что они тольяттинцы. Сейчас вот эта вот мысль о том, что уехать, сменить место жительства. Мне кажется, что многие из них просто не находят себе своего места. И во многом, мне кажется, этому, опять же, не способствует, а на это воздействует среда. И причем эта среда в широком смысле не только городская среда, а среда и культурная, и визуальная. В 16 лет, когда я поступила в университет, я уже уехала в более крупный город, в Самару. Это было осознанное решение. Специальность, которая мне была нужна, архитектура, она была только там. Ну что значит уезжают? Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Я бы не сказал, что вот прямо есть такая серьезная тенденция, что люди уезжают из Тольятти. Я недавно подумал, что за 70 лет, а у нас университет же ровесник фактически города, не того, который на дне моря, а который переехал в свое время на берега Жигулевского моря. За 70 лет у нас количество жителей увеличилось в 35 раз. В 35 раз. Поэтому если за 10 лет кто-то уехал, там в районе 2-3 процента, ну это, как бы сказать, колебания на фоне резко идущего вверх тренда. Я считаю, что уезжают люди, которым, ну прежде всего, нечего терять. И вторая категория – это люди, которые точно знают, чего хотят. Есть еще третья категория – люди, которые хотят как-то изменить свою жизнь, но не знают как. Это несчастные люди, потому что они не найдут себя нигде. Получается весьма несложная математика. Если динамика сохраняется уже 10 лет, то еще через 10 лет тольяттинцев в лучшем случае останется 670 тысяч. И каждому второму будет за 50. Не будем лукавить. Отток людей активных и прежде всего молодежи происходит из всех нестоличных провинциальных городов. Просто тольятти и тольяттинцы воспринимают это крайне болезненно. Видимо, из-за высокой планки, которая была у города с момента его создания. Опережающий время, ультрасовременный, экспериментальный. И еще болезненнее к этому относятся те, кто не представляет себя вне этого города. Когда читаешь какие-нибудь паблики, видишь только негатив. И, к сожалению, этот негатив максимально транслируется жителями, жителям и жителями. И это очень сильно ухудшает ситуацию. Я вижу все эти процессы. С другой стороны, я считаю, что вот эта чернуха, которая льется из интернета, из каких-то тольяттических пабликов, не все имеет место быть. То есть есть люди, есть процессы, которые настроены на улучшение. Мало того, появление национальных проектов, формирование комфортной городской среды, губернаторский проект содействия. Когда людям предлагают проявить инициативу, и ваша инициатива будет поддержана. Это все действительно работает. Это не шутки. Это необходимость поднять себя, поднять свою пятую точку, перенести ее, заполнить проект, найти единомышленников. Тольятти меняется. Ведь основная причина, из-за которой людей не устраивает Тольятти на сегодняшний момент, это благоустройство городской среды. Я думаю так. Может быть я конечно ошибаюсь, потому что в плане трудоустройства, в плане возможности найти работу или сделать свой собственный бизнес, у Тольятти очень много возможностей и очень хорошей перспективы на самом деле. Здесь постоянно ощущается наоборот даже нехватка рабочей силы. Причем очень интенсивно развивается малый бизнес, индивидуальное предпринимательство. Есть данные, что чуть ли не половина нашего населения как раз в малом бизнесе занято. Очень интенсивно развиваются IT-технологии. У нас за последнее время вот этот сектор сильно вырос. Причем мы точно не знаем сколько там работает, но знаем тот интерес, который проявляют работодатели к нашим студентам, которых уже начиная со второго-третьего курса начинают вытаскивать к себе на работу. И кстати, опять же в силу того, что появляется возможность работать удаленно, там, ну уж так, я не знаю, к сожалению, не к сожалению, очень многие наши выпускники или наши студенты работают в Москве, но живут здесь, потому что здесь жизнь все-таки дешевле. Мы пять лет прожили в Санкт-Петербурге, у нас там и дочка родилась, вот, но вот все вот эти моменты, учеба, семья, рождение ребенка, они положительные. И сам город, посещение музеев, развитие творческого художника мне нравилось, все хорошо происходило. Но те перспективы, которые я себе рисовал фантастически о том, что я там стану, когда приеду, в Санкт-Петербурге будет лежать ковровая дорожка перед моим поездом, и все будут меня встречать с оркестром, вот, к сожалению, этого не было. Вот, и пять лет жизни показало о том, что, показало, что художники там немножечко порой как к какому-то производителю товара там относятся, вот, ну, особенно вот как-то к приезжим художникам. Все же в Тольятти в этом плане выходило так, что где родился, там пригодился. Тебя ценили, ты рос, участвовал в выставках, тебя замечали, вот, и в то же время здесь остались друзья, родные, природа наша. Это вот немаловажный такой момент. Питер тоже многое дал, там и друзья какие-то появились, до сих пор мы общаемся с некоторыми заказчиками моих творческих проектов, стали хорошими друзьями. Вот, а вот здесь в городе, вот, видите, у нас тоже какая красота. Да, многое было утеряно на стыке веков. Да, тени Детройта неоднократно ложились на улицы былой автостолицы. Слухи о моей смерти несколько преувеличены. Может, Тольятти так сказать сегодня? С момента возведения автомобильной столицы началась его борьба за право считаться и быть настоящим городом, а не спальным районом. С традициями, памятниками, фестивалями. И ведь они, эти грандиозные, масштабные всероссийские мероприятия были и, несмотря на бескислородные времена, есть. Скандальный рок над Волгой, интеллигентный фестиваль музыки и искусств тремоло, шумные барабаны мира, зимний фестиваль активного отдыха и летний яхт-фестиваль «Жигулевское море», захватывающий фестиваль европейского исторического фехтования «Княжеский турнир». Город живет на сопротивлении. И в истории отдельно взятой части города, университета, концентрирующего и аккумулирующего энергию, весь этот путь стал частью общей борьбы за будущее. Университет — это место сосредоточения такой энергии. Это место силы. Здесь энергетика молодых, людей, у которых впереди будущее, победы. Вообще университет всегда это было место, где все самое лучшее, все самое светлое. Это место, где есть надежды. И вполне логично, что все начинается, там, отсчет начинается отсюда. Откуда еще начинается? Из роддома, из университета. Здесь тоже первый шаг. Здесь шаг человека в новое будущее. И мне кажется, что здесь вместо всем экспериментам, здесь можно все начинать и пробовать. Вот чем больше будет вот эта энергетика распространяться на город, тем легче будет дышать городом. Однозначно. Но это не единственное место силы. Понятно. Просто вот для меня университет всегда был таким оазисом, островом, на котором жили чуть более счастливые люди. Наверное, все-таки ценность наших проектов, которые реализует Центр медицинской химии, заключается в том, что талантливая молодежь, которая все-таки хочет что-то создавать новое, потому что наука – это в первую очередь дичайшая тяга к познанию, да, способны это делать у нас здесь, в Тольятти, далеко не уезжая, если, например, их держит семья или им просто нравится наш город. Наукой можно заниматься там, где есть условия. В нашем университете условия по моей научной теме есть, поэтому я здесь и работаю. Центр медицинской химии – это очень хорошая площадка для талантливой молодежи, которая может реализовать себя действительно полноценно в научном плане, не отрываясь от мировой научной повестки, этим можно заниматься в Тольятти. И, наверное, от этого будет самый большой толк, если талантливая молодежь все-таки будет оставаться в регионе, потому что на самом деле у нас под боком тут происходит маленькая революция, пока не очень заметная городу, и, в принципе, даже чисто территориально у нас есть очень много уникального оборудования, которого, например, нет вообще в Самарской области, или есть какие-то единицы оборудования, которые есть только в Приворском федеральном округе. В свое время Тольятти так и появился, да, то есть автозаводский район – это полностью приехавшие из разных городов молодые люди, амбициозные, точно так же и студенты сейчас, да, то есть университет может стать вот этим новым драйвером, когда постиндустриальное общество нуждается уже в экономике знаний, а не в экономике промышленных производств. Конечно же, они тоже очень нужны, я вообще никоим образом это не отрицаю, но вот эта вот молодая кровь, она здесь должна быть, ее должно становиться больше, и вот поэтому улучшение кампуса университета, расширение его, создание там новых пространств, вообще развитие – это тоже вот один из важных проектов, я в этом тоже участвую. Мы занимаемся вместе с Алексеем Зуевым и Стелой «Радость труда», мы участвуем в развитии кампуса университета, в этой ситуации я считаю, что это такая, ну как бы, это проект, связанный напрямую с городом. У нас пассионариев, на самом деле, в Тольятти очень много. Это вот те, кто в свое время приехал этот город строить, это их дети, это их внуки, и вот это вот, у меня такая есть теория, что вот этот пассионарный заряд, что он передается, он пока еще очень мощный, он с самого начала очень мощный, потому что действительно за 70 лет здесь население, как я уже говорил, в 35 раз увеличилось, то есть, получается, здесь практически вот местных, которые еще в Ставрополе жили, их нет, а есть те, кто приехал сюда создавать новое, строить новый город, строить новую жизнь, каким-то таким мощным внутренним зарядом, и вот сейчас уже их дети, внуки, они тоже такие неуемные, может быть, поэтому многие хотят еще помотаться по свету, посмотреть, как в других местах, но им все равно тоже очень многим хочется что-то менять, что-то создавать, что-то делать, поэтому основная проблема – дайте возможность, дайте возможность творить, если есть эта возможность, то вот эти люди остаются, они находят возможность самореализации и меняют этот город. Таких людей много, на самом деле, и поэтому у нашего города очень хороший потенциал. И вот эта стела, она как некий символ, мне кажется, что ее восстановление, не то чтобы даже реставрация, потому что уже и материалы, может быть, не те будут использоваться, это тоже могло стать таким символом возвращения второго дыхания. Второе дыхание не произойдет отдельно благодаря каким-то личностям, которые горят и предлагают проекты. Да, они точечно, они будут выстреливать, они будут, может быть, звучать на всю страну, в мире будут известны, но когда еще и власть повернется и поддержит это все, тогда Тольятти, мне кажется, может стать таким, в общем-то, центром интересным и у нас в стране, и для международного туризма. Вот это все, конечно, хорошо, глобально, правильно, но а вам это зачем? Почему вы этим занимаетесь? У вас цель какая-то есть? Меня спрашивают, почему вы рисуете. Вот, и я вспоминаю Портоса из фильма «Мушкетеры», ну, «Д'Артаньян и три мушкетеры». У него спросили, Портос, а почему вы деретесь? Он говорит, ну, я дерусь, потому что я дерусь. Вот, и тут тоже, как бы, художник, он, когда он заразится чем-то таким очень интересным, творческим, его не остановить, там, ну, знаете историю, там, люди забывают несколько дней, там, поесть, там, не спят, там, над симфониями работают, картины пишут, вот, и это просто какая-то такая внутренняя душевная потребность. Я пока ждал вас со съемочной бригадой, ходил рядом с Стеллой Панно «Радость труда», итальянский сквер находится. Как здорово было бы что-то еще, уже современные арт-объекты с мозаикой вот в этом сквере сделать. То есть такое продолжение, знаете, как бы соединение вот этой советской мозаики, как создатели города видели это живописью под открытым небом. И продолжить уже в современном ключе, может быть, даже какие-то абстрактные вещи, вот, расположить их в сквере, и так ведь можно вообще масштабно на весь город перейти. И уже ты совсем не думаешь о том, что это какие-то финансы, там, слава или еще что-то, а это просто такой энтузиазм, да, творческий порыв, и хочется, чтобы это ярко звучало, и наши дети росли в интересном городе, который дарил бы им только позитив и какой-то оптимизм, веру в будущее. Феномен второго дыхания так окончательно и не изучен, и лишь одно можно утверждать точно. Второе дыхание приходит к тем, кто борется и идет к своей цели. Преодоление позволяет вырабатывать кислород, когда, казалось бы, все силы заканчиваются. Через преодоление человек получает позитивное ощущение уверенности и гордости за себя и свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова